Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ирина. Вчера мне пришли вот такие вот наклейки. Сегодня хочу просто их распаковать вместе с вами и показать, что это за наклейки такие. Но сначала предыстория, почему я их заказала. Я вот как-то летом купила вот такой прям потрясающий ежедневник. Начала его вести. Ну, очень реально красивый. Я его показывала уже, по-моему, где-то или нет. В общем, вот такие вот странички. Не заполненный. Он, правда, у меня немножко потрепался из-за того, что я очень много всего в сумку кладу, помимо того, что он там лежит. Вот. И когда я начала его заполнять, я стала планированием заниматься, расписывать чего-то. И мне захотелось повклеивать туда какие-то наклейки. Вот у меня были маленькие с наклейками из другого ежедневника. Вот такой. Но тут всего очень мало. И когда дело дошло до моих перелетов, тут оказалось всего три самолетика. И мне срочно захотелось наклейку самолетиком. Как вот напоминалочки такие визуальные делать. И я начала интересоваться вот на Алиэкспрессе всякими наклейками. Знаю, что девочки, которые занимаются скрапбукингом, они постоянно что-то заказывают. И я видела различные наклейки, поэтому я знала, что есть такая тема и начала искать. Вот. И мне показалось, что очень будет в тему для введения ежедневника наклейки с эмоциями. Я выбрала наклейки, которые напоминают или идентичны тем, что есть у нас в наклейках или как-то в стикерах, смайликах в WhatsApp. И заказала именно такие. В общем, вот так вот выглядела упаковка. Пришла она вот в такой черном пакете сразу в почтовый ящик. То есть я не ходила за ней на почту, она упала сразу в ящик, сразу домой. С одной стороны это удобно, с другой стороны многие недовольны тем, что почта так работает, потому что есть риск того, что ваше вложение, вашу почту кто-то возьмет, и вы не сможете ничего доказать. Ну что, открываем. Я правда вчера попробовала посчитать. На упаковке было написано, не на упаковке, а у продавца было написано, что 20 листов. Но когда ты заходишь на эту надпись, более развернутый вид товара, там написано 19. И на упаковке тоже написано 19. 19 листов. Выбор был из разных смайликов. Я просто сейчас покажу, какие у меня. И мы попробуем одну наклеечку с вами наклеить, проверить, как это все клеится, как это работает. Давайте просто покажу вам вот такой вот листик. Вот это самые популярные смайлики из тех, которые я, например, использую в WhatsApp. Такой более офисный, что мне, в общем-то, и нужно было. Я очень хотела офисные наклейки. Это вот лист путешествий. Тоже очень актуально. Тут есть вот тот самый самолетик, который был мне нужен. Ну, тут с иероглифами. Не знаю, наверное, я его особо-то использовать не буду. Но тоже есть некоторые интересные моменты. Съедобный и городской. Знаки зодиака. Доллары. Запрещающие знаки. Здесь, скорее, назвать лист хобби. Телефонный такой, с цифрами и с флагами. Съедобные машинки. Продолжение других смайликов. Тоже вот эти очень часто употребляю, которые вот с кошками и с обезьянками. Жесты семейные. Что-то у меня сегодня с голосом. Вот такой вот листик. Тоже, мне кажется, очень актуальный. Тем более, скоро Новый год. Можно будет такие наклеечки поклеить. Опачки. А, нет. Думала, нету. А он, оказывается, завернулся. Вот он. С часиками. Точно, что-то с голосом не то. Со зверюшками. Цветочки. Какие-то луна. Кстати, вот убывающая, нарастающая. Кто за этим следит, тоже, наверное, будет интересно использовать такую наклейку. Некоторые смайлики, можно видеть, что они повторяются. Это даже удобно. Такие чисто женские. Вот. Давайте посчитаем. Вчера мне показалось, что их 19. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Ну и вот, наверное, двадцатый лист. Это вот этот. Кстати, он тоже, по-моему, клейкий. У меня не хватает ногтя. Но, судя по всему, он тоже наклейка основе. Как делают некоторые на таких наклейках, просто канцелярским ножом разрезают и располовинивают удобно. Да, он тоже такой с наклеечками. Я, правда, не знаю. Можно мелкие-мелкие повырезать. Можно и не использовать этот листик. Давайте про цену скажу. Про цену. И про срок доставки. Ссылку на продавца я оставлю под видео. Обязательно. Десятого, десятого, 2016 года я их заказала. И сегодня одиннадцатый, одиннадцатый. Кстати, сегодня на Алиэкспрессе распродажа начинается. Кому интересно. И эти наклейки тоже у меня посмотрела тоже со скидкой. Если раньше они были... Ну, по-моему, все цены завышаются перед распродажей. Но все равно, когда конечная цена, она, конечно, не в два раза ниже, она дешевле. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я заказывала их за 144,99. То есть 144 рубля 99 копеек. Сейчас они стоят, сегодня именно в день распродажи, два с копейками доллара. То есть получается то, что разница-то не особо большая. Но, возможно, когда я заказывала, то у продавца была на это дело скидка. То есть, как мы видим, мне в Сибирь досталось, в Красноярск, в Красноярске край досталось за... Доставилась за примерно один месяц. Практически ровно один месяц. Наклейки мне нравятся. Сейчас я попробую что-нибудь сюда наклеить, чтобы посмотреть, как они... Во-первых, они вырезаны. То есть вырезать их не надо. Вот видите, он сразу отделяется от... Наклейка сразу отделяется. Какую бы нам с вами наклеить? Прямо даже не знаю. Давайте я просто ради того, чтобы сейчас не думать, я наклею просто какой-нибудь вот такой вот... Вот такой китайский или, больше, наверное, корейский, похоже, стикер. Вот так вот он легко отлепляется. Я даже не знаю, куда его клеить. Я, кстати, после того, как стала ездить, я очень активно вела ежедневник вот этот и очень активно туда записывала свои планы. Давайте на 15-й, 11-й наклею. Я не знаю, что это будет значить. Ну вот, как видите, он хорошо прилип, нормально держится. На печать похоже. Вот такие смайлики. Я скажу, я довольна. Цена небольшая. Смайликов очень много. Скоро придут еще другие смайлики или картинки. Там какие-то окошечки у меня. Немножечко я так подсела на эту тему наклеек. Очень много смотрю. Стараюсь не брать дорогие, потому что я понимаю, что так и для меня это расходный материал. Я не занимаюсь грандбукингом. Хотя я очень... Ну, я внимательно смотрю канал, который ведет моя подруга Танюшка. И она делает просто потрясающие вещи, оформляет все это прям... Это все классно и интересно. Но у меня нет времени просто этим заниматься. И даже у меня нет времени, чтобы записать это видео. Я хотела вообще собрать эти наклейки. Но я поняла, что просто когда это все накопится, у меня просто не будет времени сесть это все сделать. Поэтому я выпускаю этот лифт. И в лифте рассказываю об этой покупке. Еще я, наверное, сегодня расскажу вам о том, что мне снился какой-то сон. Такой интересный был. Очень странный сон. Я еду на машине. Я вижу, как парень на большой машине, ну, большой, типа газели, может быть, маленького грузовичка, врезается в дом, в подвале. Вот который, знаете, такие в подвалы уводят, такие пристройки. И просто въезжает туда. Мне видится, что машина такая прям в смятку подходит к стенке. То есть она как бы дальше не едет. Она сплющивается и исчезает. И когда я выбегаю из машины, подбегаю вот к этому месту, смотрю на... Вот по ступенькам в подвал этот лежит парень. У него абсолютно разбито лицо. У него валяется кусок ноги с ботинком. Жесть, да, жесть снится. То есть он такой весь... Я понимаю, что парень стал инвалидом, потому что... Я удивляюсь, что машина просто вообще в ноль разбилась, потому что ее даже нет. У меня паника, что делать. Я пытаюсь позвонить 112, на что мне парень говорит, нет, позвони с моего номера 45. Я звоню на этот 45, там тоже какой-то типа полиция, милиция. Говорю, мол, так и так. Вот похоже человек вообще стал инвалидом, машина вообще в ноль рассыпалась. Приезжайте. И знаю, что я бросила свою машину просто так и побежала ее ставить на аварийку. И только поставила на аварийку, моя машина включила мозги и начала сама парковаться, чтобы никому не помешать. Притом не просто парковаться, она как-то вывернула интересно и встала в абсолютно безопасном месте. Так я думаю, странно. Ну ладно, разберусь. Я не знала, что у моей машины есть такая функция. Причем моя машина, она была там, моя самая первая машина, которая моя вишенка. Вот. И когда я поставила машину, возвращаюсь, этот парень встает на ноги, выходит из подвала и говорит, ну все, не надо никуда, звони, чтобы отменили, не надо никуда приезжать. Я думаю, а как же машина, это же вообще, ладно, ты сам здорово-здоров. Я не могу понять, как вот он весь так собрался, потому что я видела, что он вообще был просто разбитый. Я удивлялась, как он вообще говорить может. Просто это было так, его закрутило и на прям здоровой скорости внесло в этот дом. Странные мне сны снятся, я вообще не знаю, как их интерпретировать и надо ли это делать. Ну, в общем, почему-то мне хотелось его рассказать. Ну, на этом я с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам будет полезно это видео. Кто занимается вот этими всякими скрасбукингами, наклеечками, будет интересно посмотреть. Ссылочка обязательно будет в описании, ссылочка будет в моей группе, ссылочка будет на моем сайте ispagina.com Я надеюсь, я доберусь, потому что у меня в последнее время вообще нет времени даже дома включить компьютер, потому что я не знаю, когда это все делать, но загружаю видео здесь сразу, как его снимаю. и выкладываю в группу, то есть в группе самая актуальная информация. Группа тоже называется ispagina.com подчеркивание нижняя ком. Заходите, вступайте, если вам со мной интересно общаться, будем там с вами дружить, разговаривать. Все, до скорых встреч, пока. пока. Поехали, пока. Пока. Продолжение следует...